Добрый день, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, коллеги. Утвержденный состав диссертационного совета ПДС 0200-001, 15 человек. Присутствует 11 человек, в том числе 4 доктора по профилю рассмотренной диссертации. Таким образом, кворум 10. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Царёва Алексея Сергеевича на тему построения и анализ моделей для расчёта показателей качества обслуживания, трафика индустриального интернета вещей. Диссертация представлена на соискании учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17, теоретические основы информатики. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности, факультета физико-математических и естественных наук РУДН Гайдамака Юлия Васильевна. Нет ли возражений по повестке дня? Нет. Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты – доктор физико-математических наук Степанов Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук Моисеева Светлана Петровна, кандидат физико-математических наук Семёнова Ольга Валерьевна. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Генедовой. Пожалуйста, Василий Вячеславовне. СССР Алексей Сергеевич, 1924 года рождения. В 2018 году с отличием окончил Российский университет Гружбы народов по направлению фундаментальной информатики и информационной технологии. С 22 сентября 2018 по 1 июля 2021 года обучался в аспиратуре по программе подготовки научно-кредиотических кадров по направлению 0206-01, компьютерной и информационной науки. С 1 июня 2000 по 30 июня 2000 был прикреплен для сдачи кандидатских экзаменов по направлению 0906-01, информатика, вычислительная техника, соответствующая научной специальности 05-13-17, теоретические основы информатики, по которой подготовлена диссертация. В настоящее время работает должность старшего инженера-программиста в обществе с ограниченной ответственностью НЭД Грейка. Диссертации выполнены на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей, факультет физико-математических и естественных наук ДН, научный руководитель доктора физико-математических наук профессора Идамана Юрбасина, профессор кафедра прикладной информатики и теории вероятностей Российского университета Гружбы народов. Материалы личного дела для документов предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения по судлению научных и ученых ступеней Российского университета Гружбы народов. Все документы имеются в деле. Будут ли вопросы в связи с оглашением документов? Если вопросов нет, тогда слово предоставляется соискателю. Пожалуйста, будьте любезны уложиться в 20 минут. На всякий случай за секунду. Да. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета, соискатели, оппоненты и гости. Позвольте представить вашему вниманию диссертационную работу на тему построения и анализ моделей для расчета показателей качества обслуживания, трафика индустриального интернета вещей, подготовленную на кафедре прикладной информатики и теории вероятности Российского университета Гружбы народов под руководством профессора Гайдамака Юлии Васильевны. Целью работы является построение вероятностных моделей для анализа и расчета характеристик обслуживания трафика индустриального интернета вещей. Задачи, решаемые в рамках диссертационной работы, представленные на данном слайде, более детально задачи будут разъяснены по ходу моего доклада. На данном слайде представлены основные положения, выносимые на защиту. В наличии три положения, каждое положение соответствует одной главе диссертации. Соответственно, из целей и задач диссертационной работы вытекает содержание диссертационной работы, представленной на слайде 4. Работа состоит из введения трех глав и заключения. Работа основана на результатах предыдающихся ученых и исследований, а также современных стандартах, представленных на слайде 5. Перейду к постановке задачи исследования. Мы моделируем трафик индустриального интернета вещей. Трафик возникает на территории некоторого промышленного предприятия. Трафик генерируется сенсорами, распределенными по территории предприятия. Сенсоры собирают показания и передают информацию, важную для промышленности, на точку доступа, шлюз. Откуда? Далее информация поступает в ядро сети и на уровне ядра сети обслуживается виртуальными сетевыми функциями. Соответственно, цель задачи является... Цель задачи, не цель. Объектом исследования является трафик индустриального интернета вещей. А предметом исследования – анализ показателей качества обслуживания этого трафика. В качестве таких показателей были выбраны вероятность потери, вероятность передачи данных и задержек. Перейду к результатам первой главы. В рамках первой главы построены две модели. Модели менеджера виртуальных сетевых функций с резервированием и включением приборов. Первая модель с одиночным включением приборов. Вторая модель, которую мы рассмотрим далее, с групповым включением приборов. В систему поступает поток заявок с интенсивностью, полосонский поток заявок, с интенсивностью лямбда. Заявки обслуживаются на... Всего в системе имеется C-приборов, из которых заявки обслуживаются базовой группой приборов C0, соответствующая базовому блоку, который работает всегда. Все остальные приборы отключены. Кроме того, имеется накопитель конечного размера R, и в накопителе присутствуют два порога H и L. По достижению накопителем очереди в накопителе порога H, система начинает по одному включать дополнительные приборы через промежуток времени, распределенный по закону H, по стяжению очереди в накопителе порога L, система начинает по очереди отключать приборы по окончанию обслуживания прибором заявок. На слайде 8 на рисунке 3 представлены иллюстрации петли гастерезуса, возникающие в данной системе, и граф интенсивности переходов, соответствующий рассматриваемой СМО. Соответственно, в системе имеются 4 режима функционирования, когда дополнительные приборы все выключены, когда идет режим включения дополнительных приборов, режим, когда ресурсы дополнительных приборов для включения закончились, и режим, когда идет включение приборов. Данная система была исследована при помощи имитационного моделирования. Некоторые результаты представлены на рисунках 5 и 6. В рамках численного эксперимента провелось исследование влияния размера накопителя на характеристики системы. Рядность блокировки и среднее время пребывания в системе. Вторая модель – модель с групповым выделением ресурсов. Также имеем систему массового обслуживания, на которую поступает поток, экспоненциальный поток, полфонский поток зарядок с интенсивностью лямбда. Также имеется базовая группа 0 приборов, соответствующая группе. Все остальные дополнительные приборы неактивные разделены на K-групп, возможно, разного размера. Соответственно, имеется накопитель конечного размера R, имеется K-порогов. Итый порог соответствует включению и отключению этой группы. При достижении итого порога группа включается. При уменьшении очереди по накопителям до итого порога группа отключается. Включение и отключение группы немоментально и занимает время, распределенное по экспоненциальному закону с параметрами θ для включения, γ для выключения. Граф интенсивности переходов рассматриваемой системой массового обслуживания представлен на рисунке 8. Для данной СМО удалось получить стационарное распределение вероятности в мультипликативном виде формулы 1 и 2, а также сформулировать вероятность временных характеристик, показатели эффективности системы, вероятность блокировки, средний размер очереди и среднее время пребывания в очереди. Вторая система была исследована при помощи аналитических формул. Целью численного анализа было изучение различных стратегий управления подключением ресурсов. Рассмотрены 4 стратегии. Варьирование размера очереди, варьирование размера номера групп, в которых больше всего приборов, дополнительные группы, варьирование числа групп и варьирование количества, качества выделяемых ресурсов. Забыл упомянуть, что помимо того, что дополнительная подключаемая группа может иметь разный размер, интенсивность обслуживания заявок каждым прибором из этой группы для всей группы тоже может отличаться. У этой группы отличаться от И плюс 1 и так далее. Здесь особый интерес представляет стратегию управления ресурсами номер D, соответствующая рисунку 9D, где зеленой линией отмечены результаты при использовании параметров обмолчания. Соответственно, синяя линия – это в третьей группе выделили ресурсы на 10% мощнее базовой, красная линия – в второй группе выделили ресурсы на 10% мощнее, чем базовой, и в третьей и второй группе выделили ресурсы на 20% мощнее, чем в базовой группе. Соответственно, удалось добиться уровня блокировок 1,5%, что в три раза меньше, чем при использовании базовых параметров по умолчанию, соответствующие зеленой линии. Перейду к результатам для второй главы. Постановка задач для второй главы следующая. У нас имеется некоторое промышленное предприятие, на нем есть сенсоры, как я сказал, узлы распределенные по пространству предприятия, есть шлюз, на который сенсоры передают данные. Узлы генерируют данные периодически, и по мере того, как шлюз светит своим радиолучом на сенсоры, сенсоры передают данные. Здесь, ввиду того, что в индустриальном интернете вещей, из-под спецификах, характеристующиеся высокой плотностью распределения узлов по предприятию, высоковероятна ситуация коллизий. Ситуация коллизий определенная еще профессором Цибаковым. В нашем случае от коллизий понимаем ситуацию, когда у нас есть сообщение «Ready to send», сообщение узла сигнальное о том, что узел готов к передаче данных, и это сообщение попадает в одновременный прием шлюзом другого сообщения «Ready to send» от другого узла. Либо, если сообщение «Ready to send» посылается узлом по какой-то причине, во время передачи полезных данных другим узлом. Объектом исследования для второй и третьей главы является процедура передачи данных при помощи протокола ССМСЕ. Исследуемые характеристики, вероятность коллизии, вероятность успешной передачи полезных данных, вероятность занятости, нахождение канала свободным или занятым. Для второй главы было изучено три модели. Представляю результаты третьей модели, самый сложный из них, самый интересный. Первая модель характеризуется цепью Маркова с белыми состояниями, во второй модели к ней добавлены желтые состояния, и в третьей модели добавлены еще красные состояния. Для указанных цепей Маркова удалось получить стационарное распределение. Для третьей модели стационарное распределение соответствует формулам 2.1 и 2.2. Затем я использовал матаппарат теории полумарковских процессов. К каждому состоянию для цепи Маркова я поставил соответствие функцию длительности распределения пребывания в этом состоянии, и при помощи теории Масмита получил стационарное распределение для полумарковского процесса. Это формула 3.1, где вложенная цепь Маркова, используемая в полумарском процессе, определяется по формулам 2.1 и 2.2 с предыдущего слайда. Здесь следует подчеркнуть особенности модели, представленной в разделе 2.4. Сложность исследования состоит в том, что наша модель построена для одного узла, а в передаче участвуют N узлов. У нас узлов много, может быть порядка десятков, доходя до сотни. Соответственно, вероятность коллизий зависит от всех узлов, участвующих в передаче. Здесь следует отметить, что известные классические подходы по оценке вероятности коллизий в таких ситуациях это формулы 3.4 профессора Бьянки и 3.5 профессора Вишневского. В данном случае я предлагаю учитывать коллизии не только сигнальных отец сообщений, но и коллизии, которые могут возникнуть между Ready to Send и Clear to Send сообщениями, а также Ready to Send и Data сообщениями. Кроме того, следует отметить, что в стационарном распределении вероятностей фигурирует вероятность PF, вероятность нахождения канала свободным от передачи. Соответственно, его тоже пришлось учесть при формулировке трансцендентного уравнения. Модели из главы 2 были исследованы не только аналитически, кроме того, была построена имитационная модель. Машина состояний для модели 3, представленной на предыдущем слайде, изображена на рисунке 12. Имитационная модель написана на языке программирования и тот. На данном слайде, слайде 19, приведены сравнения аналитического и имитационного моделирования для модели номер 3, рассмотренной ранее. Здесь следует отметить интересное поведение вероятности отсутствия передачи данных в канале. Сначала вероятность отсутствия передачи данных в канале падает, потому что узлы начинают активно посылать данные, но затем, достигнув локальной точки минимума, она начинает возрастать за счет двух эффектов. Во-первых, за счет увеличивающейся вероятности коллизии сигнального сообщения, что влечет за собой уход в состояние от срочки до следующей передачи для узла. И, во-вторых, наличием сенсинга, прослушивания канала, что тоже уменьшает время полезного использования каналов для передачи данных узлов. Затем на слайде 20 я привожу сравнение всех трех моделей, рассмотренных во второй главе диссертации. и здесь можно сформулировать некоторые рекомендации по организации множественного доступа для приложений индустриального интернета вещей с высокой плотностью приема передающих узлов. Эффективность модели, точнее, эффективность пропускной способности нашей системы можно увеличить при помощи варьирования либо длительности передачи, то есть увеличения числа доступных ретрансляций, либо при помощи уменьшения интенсивности генерации посылаемых сообщений. На 21-м слайде представлена научная навязанная работа, которая заключается для первой главы в особом мультипликативном виде стационарного распределения, для второй главы в детальном учете состояния приема передающего узла для построенной цепи Маклова. На 22-м слайде представлены основные результаты, не буду их перечислять, они изображены на слайде. На 23-м слайде представлены основные публикации, среди них одна публикация в журнале рецензированном ВАГ, три публикации в изданиях, входящих в международную скированную базу данных с корпусом, и остальные публикации рецензируются, индексируются в рецензии. Кроме того, результаты диссертационной работы были апробированы на следующих представленных конференциях, научных семинарах и рабочих встречах. Спасибо за внимание, доклад окончен, готов ответить на вопросы. Поставьте на результаты, что вы какие будут вопросы к соискателю. Пожалуйста, Ирина Андреевна. Ирина Андреевна, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности. Алексей, вы перечислили достаточно длинный список различных характеристик, которые вы исследовали во второй и третьей главе. Какую-то, может быть, ключевую, основную, какую вы выделили для множественного доступа? Да, было исследовано много характеристик. Ключевая характеристика, собственно, ради которой и было исследовано, затеяно все это исследование, является характеристика 3.7 вероятности успешной передачи полезных данных, от которой в конечном счете зависит общая выпускная способность всего канала. Спасибо. Добавилов. Будьте любезны. Алексей Сергеевич, у вас построена марковская модель узла доступа, и вы оценку характеристик эмоционное моделирование проводили, да? Да, почему не пытались решить систему уравнения равновесия? Она большая итерационная метода создает. Да, речь идет про первую модель. Да. Эта модель базовая пристрелочная модель, в которой мы начали изучение эффектов, возникающих при включении и отключении приборов и исследовании систем с резервированием. Да, мы пытались решить ее аналитически, но за счет отсутствия... системы линейного моделирования не пытались. То есть сразу эмоцион моделирование ставится? Задача стояла получить результат. Сначала была реализована система имитационного моделирования, результат был получен, после этого попытались вывести какие-то аналитические выражения, поняли, что с этим проблемы и за приемлемые сроки их не удается. имитационное моделирование на какой среде? Имитационное моделирование для этой системы было выполнено в среде MATLAB. Спасибо, было удовольствием. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, Артисович. Супендор Сергеевич, доцент других РД. У меня вопрос тоже по этой модели, если можно, по-моему, в следующий сайт вы представляли результаты моделирования. Да, не могли вы как-то прокомментировать вот эти вот такое поведение, где у нас локальный максимум и минимум есть? Да, у нас здесь имеется локальный максимум и локальный минимум. Это можно объяснить как раз влиянием подключения приборов, активации приборов. Сначала с увеличением интенсивности входящего потока у нас приборы не успевают разворачиваться за счет низкого интенсивности входящего потока. При увеличении интенсивности входящего потока очередь быстрее доходит до порога, после которого начинается включение приборов. Соответственно, мы достигаем максимума. Больше приборов подключаются к обработке заявок, вероятность блокировки падает, но потом с некоторого значения числа приборов этих приборов не хватает для того, чтобы обработать весь входящий трагик, и вероятность блокировки снова растет. Аналогичные точки локального максимума, и здесь минимум, у нас тоже есть небольшое исправление, есть на графиках среднего времени пребывания в системе. Понятно. Спасибо. Вы удовольствованы и дарите субъективное? Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Алексей, 12 слайд можно открыть? Вы упомянули о том, что вы рассмотрели несколько стратегий, да, вот они в левом углу там наверху, так, вот мне интересно, какие выводы и рекомендации вы бы дали, то есть если взять систему с одинаковыми параметрами, да, и применить различные стратегии, какая из этих стратегий сработает лучше, ну, например, с точки зрения вероятности блокировки? в целом, с точки зрения вероятности блокировки, я бы рекомендовал разделить все доступные вычислительные ресурсы на несколько групп и выделить максимально производительные ресурсы, которые быстрее всего обрабатывают заявки на последние группы. В таком случае система при штатном функционировании будет обрабатывать заявки базовой группой приборов, возможно, не самой производительной, но в случае, если начнется перегрузка системы, подключится одна из последних групп, в которой ресурсы более качественные, возможно, более дорогие, поэтому их не стоит впустую заставлять работать и удастся таким образом уменьшить вероятность блокировок в целом. Я поняла, то есть это на основе вашей кондиционной Да, это на основе институционного моделирования. А вот если, например, конкретно взять очередь, да, то есть и вот добавление этих ресурсов, то есть с точки зрения, например, экономически, с точки зрения блокировки возможно, но добавление ваших ресурсов, как вы говорите, оно влечет все-таки какие-то расходы, может быть, проще увеличить буфер, нет, не смотрели так? Это первая стратегия, стратегия увеличения буфера, то есть, да, как бы самая базовая, которая приходит первой в голову, самая обычно дешевая. Дешевая, да, ну все, все поняла. То есть вы рассматривали как и как? Да, рассматривали. Помню ситуацию рассматриваю, спасибо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, у нас формально есть возможность объявить технический перерыв. Нужен ли нам технический перерыв? Нет, не нужен. Тогда слово предоставляется научному руководителю соискателя, Ильбе Васильевне Григорьевне. Ильбе Васильевне, пожалуйста. Спасибо. Алексей попал под мое наручное руководство около двух лет назад. До этого Алексей работал под указом профессора Самойлова, а к профессору Самойлу он пришел после защиты бакалаврской и магистрской диссертации у Павла Ивановича Абаева, доцента нашей капитуры. И мы видели совместные публикации в соавторстве на списке публикаций. Но я расскажу о результатах, полученных под моим указом. Это результаты второй и третьей главы. Признаюсь, нам очень повезло. В январе 2020 года, как раз перед началом пандемии, на одной из рабочих встреч программы Европейского содействия сотрудничества в области науки и промышленности, это программа КОСТ в рамках КОЛЬЗОН-2020, к профессору Самойлу подошел Роберто Бердоне, профессор, руководитель крупнейшей в Италии лаборатории национального уровня по беспроводным сетям Вайлес лаборатории итальянской и пригласил к сотрудничеству. Константин Евгеньевич эту тематику принес и передал мне, а Роберто Бердоне, профессор Бердоне отдал эту тематику к Яре Бурати, она также работает на кафедре в университете Болонии. И вот здесь именно эта тематика множественного доступа в беспроводных сетях индустриального интернета и вещей и дала возможность Алексею блеснуть. На этой тематике работала студентка магистратуры К Яре Бурати и на нашей кафедре защита Алексея кандидатская первая, а еще прошли с отличными оценками две защиты бакалаврских работ и две защиты магистерских работ. Вот один один из магистров пришел и потачил на Киелла поддерживать Алексея, потому что Алексей кроме того, что занимался научной работой, еще и курировал работу со студентами. Он и прекрасный преподаватель, и прекрасный научный руководитель, куратор этих работ. Ну и я была руководителем по магистрской защите итальянской студии, студентки Сары Кавалера, а у одного из магистров наших, профессор Бурати, тоже была руководителем по магистрской диссертации. Очень интересные задачи, и поэтому удалось получить интересные решения. Какие личностные качества Алексей продемонстрировал? Четкость, пунктуальность, исполнительность, прекрасное владение английским языком. Это было востребовано, потому что в 2020 году, первый год, еженедельно мы проводили встречи по Skype с научным коллективом университета Болонии, потом раз в две недели проводили, и это позволило уже к августу 2020 года получить первые результаты, и вот первая публикация уровня Ку-2 у Алексея вышла буквально через полгода после начала работы по тематике. А сейчас на рецензировании находится статья уровня Ку-1, ну вот, не знаем, что получится, потому что в высокоуровневый журнал подали статью, ждем результатов рецензирования. Что могу сказать? Показал себя студент, прекрасно за время, аспирант прекрасно за время работы над диссертацией, считаю, что результаты он получил очень достойные, и представил их очень достойно. Считаю, что, несомненно, Алексей заслуживает присвоения ученого звания, кандидата физмат-наук. Спасибо. Прошу прощения, степени кандидата физмат-наук. Это по специальности 05-017-017. Большое спасибо, Юлия Васильевна. Есть ли вопросы к Юлии Васильевне? Нет вопросов? Спасибо, Юлия Васильевна. Теперь слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию автор-рекрат, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовны. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. В деле имеется в заключении организации Федерального государственного автономного образовательного учреждения Высших Университет Другого народа, принятая на заседании как и для прикладной информатики теории вероятности и культета физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация. Содержание заключения положительных. Также в совет поступило три отзыва на автор-реферат. Все отзывы положительные. Я сделала краткую выдержку, если никто не против. Первый положительный отзыв поступил от Вишневского Владимира Мироновича доктора технических наук, профессора заведующего лаборатории 69 управления сутевыми системами, главного научного сотрудника института проблем управления имени Трапезникова Российской Академии Наук. В отзыве отличена актуальность исследований и дана краткая тарактеристика диссертации. Отзыв содержит следующее замечание. В тексте в явном виде не указано, как именно более детально по сравнению с исследовательными моделями, учет состояния узла, построенный в главе два модели протокола многостадийного доступа, отразится аналитических выражений для расчета показателей эффективности протокола. Второй положительный воззыв поступил от Сухмалина Владимира Александровича, доктора технических наук, профессор заведующего лаборатории открытых информационных технологий факультета ВМК МБУ Миня Ломонос. В отзыве перечислены актуальные задачи, решаемые в диссертационном исследовании, отмечена новизна проведенного исследования, отзыв содержит замечание об отсутствии сравнения двух предложенных моделей управления с подключением приборов одиночное и грибовое подключение для систем исследования в главе 1. И третий положительный отзыв подступил от Дейхмана Александра Израиловича, доктора физико-гипломатических наук, профессора заведующего кафедра прикладной математики Горгского государственного университета. Отзыв содержит краткую характеристику диссертации, указана новизна предлагаемых моделей для исследования сети интернета вещей. Отзыв содержит два значения. Неопределенный параметр F-I-T в формуле 12 и в утверждении 3 на странице 14 автореферата параметр тета, обозначающий угол сектора антенны, ошибочно назван радиусом сектора. Спасибо, Анастасия Ильична. Слово для ответа на замечания сперващиеся в отзывах на автореферат предоставляется за искателем. Я благодарен за сделанное замечание со всеми замечаниями согласен. Охранность вашей сестры. Оббивание сетографика. Спасибо. Есть ли вопросы к соискателю? Если вопросов нет, то переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту доктора технических наук Сергей Николаевич Степанов. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Добрый день, глава миссионер с инфраструкционного совета. С вашего разрешения не буду подробно остановиться на содержание работы. Соискатель рассказал о ней областительной детальности. Обзор полученных результатов имеется в миссисленном модуле. Я остановлюсь только на актуальности выбранного направления исследований, дам характеристику научной невизны, теоретические и практические значимости работы и перечислить недостатки, которые мне удалось найти. Все мы знаем, что основной тенденцией развития телекоммуникации является необходимость совместного обслуживания выделенным ресурсом потоков информационных сообщений, которые отличаются существенным разнообразием требованиям к ресурсу и качества обслуживания. Часто источник информационных сообщений в последнее время являются устройства ИОТ, так называемой цепи интернет, интернет вещей и эти устройства часто бывают элементами сети какого-то виртуального оператора, который арендует ресурс и использует этот ресурс для того, чтобы предоставлять разные услуги наблюдения. Ну вот, поскольку ресурс арендуется, то есть за него надо платить деньги, ресурс никогда не бывает много, поэтому надо его эффективно распределять между поступающими запросами. Ну вот такая постановка задач, в общем, она сейчас во многих дисциплинациях присутствует и ее надо каким-то образом решать. Ну, есть стандарты, которые приняты международным союзом связи, другими организациями, которые поддерживают решение задач эффективного распределения ресурсов. То есть, они обеспечивают нас неким инструментарием, который эти задачи позволяет решать. Однако, конкретная реализация этого инструментария, она зависит от тех условий, которые сложились на сети. То есть, профиль трафика, загрузка ресурса, разнообразие требований, качество обслуживания это предугадать никогда нельзя. И вот эти особенности надо изучать с помощью аналитического моделирования, что было сделано в дистанционной работе. Ну, это как бы начальная стадия исследования, она дает возможность там, кратко адаптировать структуру в сценариях этих подопределений ресурсов, которые потом уточняются с помощью разного рода инъекционных платформ. Ну, вот решение вот этих задач, о которых я говорил, ну, и посвящена дистанционной работа царева Алексея Сергеевича, что говорит об актуальности выполненного исследования. Ну, тут дальше возникает вопрос, какой сценарий распределения ресурсов узла лучше? Значит, показать, какой сценарий лучше, это найти два числа и сравнить их, это сам простой метод. Ну, вот эти числа надо находить с помощью математического моделирования, ну, все в работе и было проделано. Значит, появлению математической модели предшествует разработка функциональной модели исследуемого объекта. Вот это очень важный этап, почему? Потому что при построении функциональной модели надо соблюсти компромисс между сложностью объекта исследований и той моделью, которую вы собираетесь эту сложность описывать. Можно точную модель построить, но вы никогда не найдете точного результата. Ну, здесь некое искусство, и вот не представляется, что соискатель вполне обладает, поскольку ту модель, которую он построил, он довел до решения. Особенно я говорю о моделях из первой главы, поскольку эта модель, методы ее решения, они близки ко мне, я этим моделям не знаю не понимаю. Единственное, что я спросил, почему не решал систему уравнений равновесия, первое, что приходит в голову, перед инвестиционным моделированием, просто численным. Это обычная система линейных уравнений, есть методы, которые заточены на модели с такими свойствами, с разреженной матрицей, там можно решать до миллиона неизвестно эти уравнения и получать ответ. Ну, так сказать, он имеет право на выбор методов, он выбрал инвестиционное моделирование, но это тоже так и характеризует его как исследователь, который может выбирать, чем он может решать задачи. Ну, вот я уже говорил, что после появления математической модели начинается этап ее исследования. Здесь искатели должен показать свою квалификацию, тот набор навыков, которыми он обладает для разработки средств сэмпи-характеристики, качества, службы на покупающих заявок. Тут надо сказать, что используемые в диссертации методы, сама модель, она стандартная, подход стандартный. Марковские процессы, определение характеристик, используем инвестиционную платформу, но сама модель новая, поэтому все результаты, которые получены для этой модели, они тоже новые. Это говорит о том, что все решения, которые получены, обладают не разно. и очень важно у меня был факт, что удалось показать мультипликативность решения для первой модели, что распределение стандартной вероятности обладает мультипликативным свойством, потому что это дает основания полагать, что всякая мультипликативность может быть использована для построения разного рода рекурсий, которые не для микросостояния выполняются как мультипликативный форм, а для укругленного состояния, как, например, известный нашему кругу алгоритм Каус-Монороборс. Он, так сказать, выполняется для моделей окрупненных, там конфиксируются только занятия ресурса и не уточняется какими заявления в данном. Ну вот на последующей главе диссертации проводится исследование протоколов многостанционного доступа. Ну вот я не такой большой специалист в этой области, но я так вижу, что результаты там были получены правильно и корректно. Ну теперь такие вещи формальные. Достоверность на результатах диссертации. Ну вот я об этом уже про нанесу говорил. Достоверность она так же подкрепляется тем, что помимо теоретических исследований были проведены обеспечительные эксперименты и результаты они подраздаются инвестиционные моделирования также с использованием этической формы. Научные положения обвиняются на защиту в полной мере обоснованы предвиденными доказательствами корректно применение инвестиционного моделирования и так далее. Приведенные диссертации региональных утверждений сопровождаются доказательствами, которые были своевременно достаточно полно представлены на международных конференциях и публикованы в репендируемых журналах. Понятно, что результаты имеют теоретическую значимость и практическую значимость. Теоретическая значимость связана с тем, что у нас расширяется круг тех моделей и тех результатов, которые можно использовать при исследовании аналогичных ситуаций. Потому что эти результаты хороши тем, что они обобщаются. Можно добавить что-то в эту структуру, в этой модели, какие-либо характеристики посчитать, методы общие, поэтому это обобщение допустимо. Ну, а практически значимые связаны с тем, что, как я уже говорил, сравнить какой сценарий лучше, надо найти два числа, вот эти числа могут быть найдены и использованы для решения пригодований. Автореферат правильный, в достаточной мере отражает содержание диссертационного исследования. Есть замечания. Значит, их тут сколько было? Четыре. Значит, первое замечание. На диссертации и автореферате следовало бы более четко определить объекты предмет исследования. Это первое замечание. На странице 53 диссертации отмечено, что ключевым показателем производительности протоколов и многостанционного доступа является пропутная способность сети. Однако, неясно, был ли проведен анализ этой характеристики, поскольку результат таких исследований в диссертации не приведен. значения входных параметров в таблице 2 и 3 диссертации на страницах 30 и 39 были выбраны из общих соображений. Желательно пояснить, каким реальным данным они соответствуют. В диссертации есть опечатки, как и в любой работе, сборы, терминологии, такие как программы, определяемая сеть на странице 8, программы, конфигурируемая сеть на странице 9, 99. список сокращений следовало быть структурированным порядком для будущего кандидата. Отмеченный недостаток обмужает научную ценность получивших общих результатов. И как заключение, диссертационная работа Царева Лицея Сергеевича на тему построения анализ моделей для расчета показателей качества службы трафика индустриальной интернета речи является законченной научно-оквартизационной работой, имеющей теоретически практически значим. Работа соответствует требованиям, которые предъявляются и диссертациям ученых степен и кандидатов физико-математических наук согласно с пунктом 2.2 раздела 2 положения на присуждение ученых к федеральному государственному и самому образовательному учреждению высшего государства Российской университеты дружбы народов подтвержденным ученым Советом ПДН протокол номер 12 от 23.09.19 года Павератур Царев Алексей Сергеевич заслуживает присуждение ученых степен кандидатов физико-математических наук специальности 5.13.11 теоретически и основной форматой У меня все Спасибо большое Есть ли вопросы к Сергею Николаевичу? Если вопросов нет то слово для ответа официального пункта предоставляется соискатерам Да, Сергей Николаевич большое спасибо за все сделанные Вочти замечания Вы бьете прямо не в бровь, а в глаз со всеми замечаниями согласен позволю прокомментировать себе второе замечание про ключевой показатель производительности пропускной способности сети Соответственно как Юля Васильевна уже упомянула наше исследование оно было комплексное часть исследования была реализована кафедра прикладной информатики теории вероятности под руководством самого Константина Евгеньевича часть исследования была сделана нашими итальянскими коллегами под руководством профессора Роберто Вердони Общая пропускная способность всей системы можно найти по формуле А это формула из нашей совместной работы это промежуточный результат как можно увидеть формула А включает в себя формулу Б формула Б можно разносить на две части вероятность успешной передачи на физическом уровне за которую отвечала студентка профессора Роберто Вердони Цара Коваленьев и за вторую компоненту вероятность успешной передачи на уровне доступа к сети отвечали мы а конкретно с нашей стороны исследованием занимался я в рамках диссертационной работы ключевым показателем является самая вероятность успешной передачи пакета в целом пропускная способность сети не является целью предметом исследования данной работы спасибо утром для официального оппонента от этого исследования большое спасибо слово предоставляется второму оппоненту доктора физико-математистик моей серой Светлане Петровна Сергей Николаевич очень подробно оставлялся на актуальности как раз этой технической системе я позвольте остановлюсь на актуальности самих математических моделей хочу обратить но мы же здесь помнили по докладу это две основных модели то есть это у нас модели с исследовательским управлением и вторая с протоколом множественного доступа тема прямо моя хочу сказать что по первой главе некоторые комментарии хочу сказать что тема на самом деле достаточно актуальна и она актуальна очень давно то есть еще в 70-80-е годы решали не решали проблему эта проблема стояла но тогда эту тему работы по такой тематике назывались управляемые системы массового обслуживания и вот мне наверное так повезло быть вашим оппонентом потому что мои учителя как раз занимались этой задачей то есть это Антон Андреевич Назаров и профессор Борцев Александр Михайлович докторская которого как раз называлась управляемые системы массового обслуживания но отличительной особенностью там было то что управляли именно интенсивностью или переключали приборы то есть как бы на прибор был один то есть большей интенсивностью и меньшей интенсивностью в дальнейшем но насколько так позволяет мой опыт чтения литературы научной не могу какие-то такие интересные моменты видеть как правило в качестве порогов для удобства я так понимаю математиков все-таки предполагали один порог потому что в этом случае удавалось получить более-менее приемлемые результаты получить форму с гистерезистным управлением то есть два порога да то есть но работы встречают встречались я бы так сказала что сейчас таких работ не так много и что радует конечно несомненно радует то что диссертант во главе со своими научными научным консультантом вообще с кафедрой взялся за такие задачи вот я если не ошибусь то где-то вот в 12-15 год и я уже не сегодня только узнала что это был ваш там руководитель бакаладовская не знаю это Павел Абайч я его помню вот как раз его не были оппонентом что ли нет 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 мы встречались с Павлом Абаевым познакомились еще в Минске ну я не совсем помню когда это наверное 10-12 год где-то он нам представлял вот эти результаты это оказалось очень интересно и вот здесь я хочу отметить плюсы да какие что изменилось то есть мало того что действительно эта задача которая была продемонстрирована диссертантом кроме того вот это подключение ну два порога и подключение не просто одного блока да а блока дополнительных ресурсов разной интенсивности это тоже усложняет задачу в плане математическом плане то есть вот одна группа вторая группа там третья группа да вторая модель чуть-чуть немного не буду говорить но вторая модель конечно это то чем сейчас занимаются достаточно многие но тут тоже уникальный подход такой подход тоже реализуется и совсем недавно докладчик из российского университета дружбы народа Кира Батачёна представляла я так понимаю какие-то элементы результатов поэтому тут мы попытали его очень хорошо на конференции разобрались что вы подразумеваете действительно есть некоторое упрощение да то есть это как вероятность коллизии у вас вводится как фиксированная вероятность того что ресурс занят но опять же стоит отметить что при всех этих допущениях удается получить аналитический результат и это конечно замечательно это вот я хочу обратить внимание коллег на плюсы работы в плане вот именно математического моделирования несомненно работа актуальна кроме того вот что еще хотела сказать что работа она представляет собой законченную работу как этого требует кандидатской диссертации но вместе с тем когда ее читаешь возникает ощущение что вот хотелось бы вот это сделать и это сделать и вот это сделать поэтому я думаю что перспективы у этого направления имеется и очень надеюсь что диссертант продолжит в дальнейшем но как все работы имеются конечно замечания сразу скажу эти замечания не являются критическими и не влияют на качество оценки поэтому я их просто зачитаю если вы не возражаете значит интерес представляет используемый для анализа показателей производительной системы инвестационного доступа аппарат линчатый процесс что позволило бы получить числовые характеристики процесса для произвольного вида распределений длительность пребывания состояния это первое замечание это наше любимое замечание что-нибудь усложнить либо входящий поток либо время обслуживания значит на странице 72 приводится следующее утверждение начальное распределение случайного процесса имеет вид ну вы наверное прочитали не буду зачитывать формулу следует отметить что результаты верны и в общем случае для другого вида начального распределения в третьей главе в разделе 3.2 на рисунках 3.5 представлен машиносостояние описывающее работу инвестиционной модели несмотря на то что на этих рисунках в неявном виде запрещены моделируемость эмулятором события следовало бы расписать события равно как их условия их наступления в явном виде и на странице 82 неясно чувствуется знаменатель циклы так же как формула 3.28 и формула 3.30 отмеченные недостатки как я уже сказала они снижают научную цену исполченных диссерпционных результатов и считаю что диссерпционная работа Царева Алексея Сергеевича на тему построения анализ моделей для расчета показателей качества обслуживания трафика индустриального интернета вещей по содержанию выводам и результатам является целостной завершенной научно-исследовательской работой соответствует требуем предъявляемому диссертациям за соискание ученой степени кандидатов физико-матемических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования российский университет дружбы народов утвержденного ученым советом УДР протоколом 12.23.09.2019 а ее автор царев Алексей Сергеевич несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-матемических наук по специальности 05.13.17 физической основой информатики есть ли вопросы к Светлане Петербурге нет спасибо Светлане Петербурге можете сесть слово на ответ официального предъявления предоставляется в связи с чатикой пожалуйста Светлана Петровна благодарю за замечание я со всеми замечаниями конечно согласен здесь с вами не могу спорить да с вашего позволения отвечу на последнее замечание знаменатель и циклы соответственно на слайде я привел формулы о которых вы говорите 3.28 3.30 это формулы по которым собирается статистика из симулятора вот если вернуться к рисунку 12 с машинной состоянии то здесь видно что есть переход из состояния вайдл в состояние айдл вот этот переход при условии что на текущем такте пребывания в состоянии айдл сгенерированное случайное случайное равномерно распределенное на отрезке от награды имеется значение будет больше чем фиксированный параметр EA это параметр интенсивности генерации сообщений узлом соответственно ответ на вопрос да цикл из айдл в айдл учитывается все спасибо унитарен для спасибо тогда слово предоставить третьему оппоненту кандидату физико-математическому Семенова и Ольге Валерьевне поскольку я уже третий оппонент я только кратко остановлюсь на достоинствах работы значит актуальность не вызывает сомнений поскольку следит с увеличением числа устройств подключенных сетям интернета вещей значит становится все труднее удовлетворить требования качества обслуживания передаваемого трафика но в данной работе рассматриваются аналитические модели которые решают позволяют решить эту задачу как на уровне ядра сети с учетом современных трендов виртуализации так и на уровне сети доступа с учетом современных особенностей интернета вещей кратко остановлюсь на характеристике содержания диссертационной работы мой личный интерес как и Светлана Петровна вызвала первая глава где рассматриваются две модели первая модель с гестерезисным управлением поскольку я в свое время в записании кандидатской диссертации решала задачи управления системой массового обслуживания с гестерезисным управлением конечно мне эта модель вызвала интерес и вызвала некоторые замечания которые я озвучу хуже и также возник тот вопрос который Сергей Николаевич уже озвучил почему вы не рассмотрели все-таки какую-то аналитику в данном случае но вы достаточно в полной мере ответили на этот вопрос поэтому здесь я останавливаться не буду вторая модель представляет собой многопороговое управление и уже эта модель исследуется аналитически для нее уже удалось получить вид произведения стационарных вероятностей что на мой взгляд является весьма достойным результатом ну и проведен численный анализ соответствующих вероятностных характеристик во второй главе я кратко только зачитаю рассматривается протокол многостанционного доступа для приложения индустриального интернета вещей здесь также удалось получить в аналитическом виде результаты для расчета стационарного распределения вероятности что также следует отметить как несомненное достоинство данной работы в третьей главе рассматривается метод анализа вероятностных характеристик вариантов протокола многостанционного доступа с помощью полумарковского процесса и в аналитическом виде получено стационарное распределение вложенной цепи марковой характеристики компонент задержек установления соединения также разработаны соответствующие инновационной модели и в заключении сформулированы основные результаты значит достоверность и новизна результатов диссертации значит новизна определяется разработкой новых математических моделей а также методов которые позволяют их исследовать значит и рассчитывать характеристики обслуживания трафика индустриального интернета вещей значит достоверность результатов подтверждается выбранными методами исследования которые заключаются в применении опробированного математического аппарата теории массового обслуживания теории случайных процессов марковских процессов а также соответствующими численными экспериментами значит научное положение в изложенной в диссертации изложена с достаточной степенью обоснованности на защиты результаты моделирования для частных случаев разработанных моделей согласуются с известными результатами которые получены другими исследованиями значит теоретическая значимость и практическая значимость имеются в наличии да и заключается в создании новых математических моделей и соответственно разработки методов анализа таких моделей значит опубликованные на результаты Достаточно полно отражены в индексированных печатных изданиях и достаточное количество. Кроме того, зарегистрированы две программы для ИВМ. Автореферат полный и в достаточной мере отражает содержание диссертационного исследования. Теперь перейдем к замечаниям по диссертационной работе. Опять же вернусь к модели с гистерезисным управлением. Во-первых, в описании допущена неточность. Под состоянием системы понимается тройка S&M, где S обозначает по всей видимости не состояние, а номер режима функционирования. Также следовало бы привести выражение для стационарных вероятностей, а либо разъяснить, возможно ли получить выражение для этих вероятностей в явном виде. Также еще один момент, я на нем тоже остановлюсь. Для модели с гистерезисным управлением было бы интересно посмотреть, насколько в данном случае обоснована гистерезисная стратегия. Может быть, в качестве сравнения следовало привести результаты с использованием обычной пороговой стратегии. Также можно было бы варьировать, например, не сразу два порога в гистерезисной стратегии, а, например, один записировать и посмотреть, как меняются характеристики, если мы варьируем какой-то один. В главе 2 диссертации временные диаграммы на рисунках 2.4.2.6 содержат параметр ТАУП, это время распространения сигнала. Не совсем понятно, учитывался ли этот параметр при построении модели в главе 2 и имитационном моделировании в главе 3. Также желательно пояснить, какая модель радиоканала использовалась для моделирования физического уровня в перечисленном анализе. И последнее, четвертое замечание. В таблице 4 на странице 83 диссертации, как и на странице 57.64, не указано, что функция БФАТИ, задающая быков отсрочку для этой попытки, является равномерно распределенной. Однако, замечу, что данные замечания не снижают научную ценность и значимость данного диссертационного исследования. В соответствии с этим, считаю, что диссертационная работа Царева Алексея Сергеевича является законченной научно-квалификационной работой, которая содержит новое решение актуальных задач, возникающих при передаче трафика индустриально-интернет вещей. Данная работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, а ее актор, царевь Сергеевич Алексей Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 0.513 на теоретические основы информатики. Пожалуйста. Большое спасибо. Есть ли вопросы, Колька Валерьевна? Есть ли вопросы, Колька Валерьевна? Спасибо. У нас есть. Слово для ответа официального оппонента предоставляется соискать. Пожалуйста. Ольга Валерьевна, спасибо за замечание. Постарался учесть при подготовке презентации Вашего замечания. Отвечу на вопрос про время распространения сигнала. Учитывается ли оно в наших формулах, в наших моделях. В нашей модели уровня доступа мы учитываем время распространения сигнала, беря длительность нахождения в каждом состоянии с запасом, рассчитанным на максимальное время распространения сигнала. На уровне физическом, которым занималась итальянская часть команды, они учитывают время распространения сигнала уже более реалистично. Спасибо. Спасибо. Увлекательно для официального оппонента ответа. Да, вполне. Спасибо. Теперь переходим к дискуссии. Есть ли желающие? Пожалуйста, Катерин Евгеньевич. Спасибо. Ну, я, когда заведующий, как проект, где выполнялась работа, ну, я отмечу такие два факта. Вот я не помню точно, но, похоже, Алексей один из первых с направления фундаментальной информации, кто защищает им диссертацию в Сибирскете. Я думаю, первая. Да, может быть, даже и первая. В крайней мере, в нашем совете точно. И вторая часть сидит, супруга, касается Алексея, она у нас в Институте математики, в этом году тоже защищает диссертацию. Вот у них такой семейный подряд, да. Но Алексея – длинная судьба. Я его уважаю за то, что, ну, как и всех ученых, за желание понять и желание что-то сделать, да, потому что, вот, вы слышали, да, его череду. Я, правда, его быстро передал Леву Васильеву, у меня просто времени не было. И он, конечно, работал. Но что я хочу сказать, вообще, я больше ценю главу 2. Первая глава классическая. И я бы сказал такие вещи в дискуссии с двумя очень уважаемыми оппонентами, тремя, да. У меня есть ученица, Наталья Викторовна Яркина, вы ее знаете, блестящий математик. Когда в конце кандидатской диссертации третьего года она вынуждена была эффективно поработать с методом Монте-Карло, здесь говорят имитационное моделирование, правильно говорить, статистическое все-таки моделирование, приближенный метод. Она говорила, ну, знаете, зачем я 2 года выводила эти формулы и применяла численные методы. Потому что модель имитационная, она говорит, я за месяц написала все эти модели в Монте-Карло. Там значительно проще сама модель программируется. А результат с точностью до 0,1% можно с заданной точностью получать вычисления. Это спорный момент, но тем не менее. Так вот, хочу сказать, вот сейчас вот вторая глава очень важная. Ну, вот сегодня мы живем в этих изменившихся реалях. Насколько они изменились? Ну, вот группа Леонид Антоновича, вы поймите, вот у нас такой большой корабль, мы отрезаны от андронного коллайдера в Цернии. Это вообще по нам просто очень серьезно. Мы должны думать, как дальше вести исследование. У них есть все-таки коллайдер НИК, да, построенный в регионовой институте ядерных целей. Заканчивается. Заканчивается строительство. Для нас, вот упоминает Юлия Васильевна, по проекту «Горизонт-2020», в котором мы участвовали в течение пяти лет, и сейчас, настолько недавно, от Брюсселя отключил, но поскольку он Россию, и там финансирования не было. Значит, в этом проекте участвует, например, 58 университетов Европы. И мы присутствуем на этих заседаниях. Вот откуда берутся эти задачи, да. То, что во второй главе, это вот сети мобильные миллиметрового диапазона, дальше тергерцового диапазона. И мы сейчас отрезаны тоже от этого, что означают дальнейшие сети тергерцового диапазона. На «Кристалле» можно организовывать связь между элементами с помощью сети тергерцового диапазона. То есть это принципиально изменяет принципы разработки микропроцессовной техники. Ну, мы, к сожалению, здесь пока ничего сказать не можем, варимся в собственном соку. Вот эта работа, чтобы тоже было понятно, откуда она взялась, да, это станок небольшой, например, на нем стоят сенсоры, да, и микровибрация станка должна быть, ну, детектирована. Она детектируется с помощью этих сенсоров, да, и вот эти слова, интернет, вещей, он стал забитым, да, на самом деле это еще и стермен беспроводные сенсорные сети, да. Это все происходит вот на небольших, очень площадях, и размерности, если в телекоммуникациях мы живем в миллисекундах, да, то там модель начинает жить в наносекундах, а потом и ниже начинает жить. Ну, я всегда удивляюсь работе наших научных фондов, вы знаете, сколько там проектов, но, по-моему, никто в России не знает, куда эти фонды движутся в целом. И вот эти проекты «Горизонт-2020» в Европе, да, давали эти движения, в том числе для нашей группы. Вот, и Алексей в этой работе участвовал. Там были, они очень долго с Юлей Васильевной, правда, ковырялись, потому что никак не сходились данные инвентационно-моделирования и аналитики. Ну, в конце концов, они все-таки нашли область, где модели начали работать. Вот. Ну, а то, что вот поддержали такие очень уважаемые оппоненты, Ольгу Семенову мы сегодня будем слушать на защите докторской диссертации, но для меня это большая честь. И эта вот работа, вторая глава, по множественному доступу, ну, в школе Гель-Павловича Башарина лет 30 мы этими методами серьезно не занимались, по-моему, со времен Владимира Александровича Ефимушкина, примерно так, он тогда занимался алохой, синхронной алохой и так далее. И это вот сейчас удалось это сделать. Поэтому я поддерживаю эту работу, вот, а Юлию Васильевну рекомендую продолжить сотрудничество, в том числе с нашими европейскими коллегами. Спасибо. Большое спасибо, Константин Евгеньевич. Есть ли еще желающие? Пожалуйста. Уважаемый член диссертационного совета, хотела на двух моментах вот тоже остановиться. Во-первых, я помню Алексея, еще будучи студентом, как сегодня блестяще продемонстрировал доклад, то есть необыкновенную собранность, четкость в изложении мысли, последовательность. как вот, будучи со студенческих времен, да, вот такая вот четкость, да, была, так и сейчас вот в докладе мы все это продемонстрировали. И второй момент, про вторую задачу действительно, кстати, я сейчас очень подробно рассказал нам. Хотела бы вот вспомнить небольшую историю вопроса с первой задачей. Как вот в деле Анастасия Вячеславовна отмечала, Алексей уже долгие годы работает в компании «Недкрекер». И когда Алексей начал заниматься тематикой программно-конфигурируемых сетей, еще, не помню, в докладе администраторе, в 16-м году первая публикация у Алексея появилась. И то есть на тот момент, конечно, программно-конфигурируемые сети были, да, они изучались, но зачастую только с точки зрения математических задач, искались постановки. Ну, по крайней мере, точно на нашей кафедре это была первая работа с математической моделью, с математическими постановками по программно-конфигурируемых сетей. Но и так вот по публикациям единичные были работы с математическими постановками. Так что вот Алексей, как вот по второй, да, задачи, так вот актуальная тема, и по первой задаче тоже на тот момент была актуальна, но и сейчас так же. Спасибо. Большое спасибо, Елена Андреевна. Есть ли еще желающие выступить? Если больше желающих выступить нету, то заключительное слово предоставляет все искать. Пожалуйста. Да, в качестве заключительного слова я хотел бы сначала поблагодарить всех здесь присутствующих, членов Совета, профессорско-преподавательский состав нашей кафедры, компонентов и гостей за возможность выступить сегодня и доложить результат моей работы. Отдельную благодарность хочу вынести моим научным руководителям, Пабаеву Павлу Анасовичу, Самуилу Константину Евгеньевичу и Гайдамак Юлии Васильевне за то, что эту работу все-таки удалось довести до конца, смотря ни на что. Да, и, конечно, не могу не поблагодарить человека, который вдохновлял меня продолжать работу, не бросать руки и который помогал во многих других бюрократических мелочах, без которого эта защита не состоялась. По мою спробу. Леонард Паня, Мария Костелева. Спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается исправчетную комиссию в следующем составе. Малых Михаил Дмитриевич, Дружинина Ольга Валентиновна, Рыбаков Юрий Петрович. Возражений нет? Нет. Как неожиданно. Если нет возражений, ставлю на голосование. Кто за? Есть против? Нет. Продержался. Нет. Принято единогласно. Тогда объявляем перерыв на тайное голосование. Ты тут не уходи, Серега, у тебя черная защита. Все, что я буду... Думаю, все. Я буду... Я буду... Я буду... Я буду... Я буду... Я буду... Юрий Петрович, это честь для меня, что вы в счетой комиссии. Спасибо. Повезло. Это царев-везунчик у нас. Если вы не женаты, я бы ничего не делал. Хорошая история. Прекрасная история. О, здравствуйте. Прекрасная история. Евгений Николаевич, спасибо за поддержку. Отработайте ее на восемь. Всегда. Пока никаких оппонентов нет, я вам признаюсь. Вы любите оппоненты, Евгений Николаевич. Обижать девушек не хочется. Ну, пока. Когда-то мы числи методом в вашей применении. Мне просто досталась первая задача, как вы поняли. Возьмите совместного аспиранта. Евгений Николаевич, кто у вас следующий аспирант? Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Спасибо, что приехал. Спасибо. Здравствуйте, Лариса. Спасибо. Можно по четыре, да. По регламенту четыре можно. А эти самцунгка не пускать? Толь-де-де-де-де. Нет, по регламенту нельзя. Нет, без дела нельзя тоже обратить себя. Подумал, что я неправда. Такие выступления иногда можно сделать. Возьмите уже медленно. Даже в Ларисе. Даже в Ларисе. Даже в Ларисе. Какой показ у вас есть? Сдал экзамены, реально, когда я еду. Он приехал. Получил курс. Статья Макарова, вам вызывает у Каниль. О, привет, у нас тут я еду. Вы вызывает у Каниль. Он уже учился на одном курсе. Да, он. Да, конечно, он в шумоголовке. Он химик просто, я математик. Да, да. Мы с ним учимся на одном курсе. Он отлично долго знает. Я давно не видел. Он ко мне часто заходит. Он уже ушел. Он на пенсии живет там, где я. У меня дом. Квартира. А у него дача. Новая Москва. А, понятно. 22 километра по Киевке. Давайте зачитаем. Что он приехал. Начинали они с Чернголовки. Ну, да. По-моему, там у родителей жили. Ну, за что приехал. Снова предоставляется председателем комиссии. Молодцы. 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 Да, пожалуйста. Молодцы. Молодцы. Как вы. Молодцы. Молодцы. Диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Царевым Алексеем Сергеевичем, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи построения моделей обслуживания трафика индустриального интернета вещей для расчета показателей качества обслуживания, в том числе, как на уровне ядра сети, так и на уровне доступа к сети, имеющая важное научное значение. Работа отвечает всем требованиям диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-12-17, теоретические основы информатики, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым Советом РУДН в протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года. На основании тайного голосования цареву Алексея Сергеевича присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17, теоретические основы информатики. Есть ли у присутствующих замечания поведение заседания? Нет. Если замечаний нет, то разрешите поздравить Алексея Сергеевича с успешной защитой диссертации. До свидания исчерпаны. Можно я сделаю маленькое сообщение? Идите.